Офигеть! Чего мы, блин, сняли? Во-первых, каждые две недели выходит мое новое шоу и выпуски в моем сообществе ВКонтакте. Обязательно после просмотра этого выпуска переходите по ссылке в описании. Мы сняли такое, о чем не стоит и не принято говорить семье. И первый выпуск уже вас ждет. Ох, приятного просмотра. Всем привет, друзья! С вами Димас Блок. И это влог с Мальдив. Тим в полной готовности. Да, Тим? Да! Вам приятного просмотра. А мы уже собрали чемоданы. Знакомьтесь, это няня Тима. Вот, мы ее берем с собой, чтобы у нас получился отдых. Короче, вот такие вот чемоданчики. Короче, надо ехать. Мики, ну на неделю, да. Все, иди, вези чемодан, вези. На Мальдивы езжай сразу. Стесняешься, да? Все, и не понимаешь, как сказать, что это. Всем добренькое утречко. Так, что у нас тут с погодкой? Ну, это для Мальдив нормально вроде как. О-о-о-о! 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 Короче, мы ехали минут 15. И будем с воды стартовать. Это какой-то местный водный аэропорт. Мальдиван Airways называется. Ну так, блин, поприятнее даже, чем обычный аэропорт. Это удивительно. Короче, подошел ко мне парнишка и говорит, что у нас одна молния в сумке была расстегнута. Пойдемте проверим. Я надеюсь, все норм там будет. А-а-а! Окей! Гуд, гуд! Все? Да, окей. Все четко. Он расстегивается у нас просто. Я буду не я, если я Аню не пранкану. Ань, писец. Мой ноутс, блядь. Мой ноутс, блядь. Да не гони. Я серьезно говорю. Да не гони. Я серьезно тебе говорю. То. Каким образом? Я тут знаю, там открыто было чемоданы и нету ноутс. Я не шучу. Ты не умеешь брать. Самое страшное для меня это было. Он самолетик, говорю. Так может быть, это самая безопасная и самая вообще крутая вещь. Ксюш, боишься? Уже нет. Не боишься на этом лететь? Нет. Ты видела, как он летает и поняла, что это безопасно, да? Нет, я не видела, как он летает. Сейчас почувствуешь зато. О, какое солнце! Ребята, мой трек еще залетел в топ-100 Узбекистана. Узбекистан, вы красавчики. Там у меня какое-то 60-е место. 60-е, не 100-е. Нифига себе. Мы на Мальдивах! Доброе утро! Тилин, ты на Мальдивах! О, thank you! Начинается. Короче, наслаждаемся по полной. Охренеть, вот на такой штукке мы прилетели. Вон наши чемоданчики. Надо проверить все. Так, коляска. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Все четко. Все на месте. Да вообще шикарный самолет. Мне кажется, если бы я сзади села, тогда бы да. А спереди я все вижу, прямо смотрю. Мне кажется, если бы сзади, то я бы болеванула все-таки. Потому что в моменте прям очень было, конечно. О, блин, друзья! Я в ахере! Крутяк! Так, где акулы? Акулы? Офигеть, чисто остров. Чисто остров. Все, полетел обратно. А, не, не обратно. Он на следующую остановку. У них по остановкам, прикиньте. То есть не сразу в отель, в один. Они в минимум два, короче, летят. И потом обратно прилетают. Мы приехали. Нам тут показывают экскурсию. Проводят, точнее, экскурсию. Остров у нас очень зелененький. А мы заметили, да. Это все у нас было изначально, до застройки. Вот, тут у нас ресепшн. Особо вам это место не понадобится. Чек-как мы с вами сделаем в вилле, поэтому... Что такое чек-как? Ну, здоровье наше проверят. Какой? Нет, поезд, усиление. А, я понял. А, прикольно. Вот это у вас чил начинается с самого начала. Офигеть. Смотрите, как красиво. Что-то там рассказывает. Хочется залететь, просто прыгнуть. Можно полежать вот так. О, да. Получается все? Let's go number? Да. Прекрасно, наш номер. Нет, что-то укусил уже, смотри. О, ты что кусаешь? Третья сиська, правильно же? Хватит. Отдыхать и путешествовать, это, конечно, круто. Единственное, каждый отпуск бьет, блин, по твоему карману. Но я знаю хороший способ сделать этот удар менее болезненным. Это полезные финансовые привычки, такие как вести бюджет. Сервис «Анализ финансов» с этим вам поможет. Анализ финансов показывает на что, как и когда вы тратите деньги. Все доходы и расходы раскладываются по категориям автоматически. И это очень удобно. Чтобы замотивировать вас следить за бюджетом, анализ финансов устроили крутую акцию. Заходите в приложение «Сбол» в раздел «Анализ финансов». Каждую неделю декабря, например, каждый понедельник вы получаете возможность выиграть промокод на покупке в мегамаркете. До 100 тысяч рублей. Я считаю, что это отличная возможность закупиться к отпуску. Переходите по ссылке в описании, участвуйте в акции и знайте, что ваши лучшие путешествия еще впереди. Обзор нашего номера. Тим вообще не понимает, почему тут жарко. Было холодно, сейчас резко стало жарко. Ух ты. О, это что, ноги мыть? А, кстати, да. Реально? О, все, одиночный? О, блин, офигеть. А мы думали больше. А, вот проход. Ой, 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 ой. Welcome to Alila. О, Сим, вот это я понимаю. На случай, если вдруг забыли. А у нас есть своя косметика, мы как бы производим ее. Ну, в плане серьезно. Есть своя косметика, киси называется. Да, видела. А, да? Прикольно. Ой, ооо, Аня. Тут не цель ползает же. О, хренедит. Это выкушает. О, шлепает. Так, а если денег нет, то сейф не нужно использовать? Все потратили на отель, к сожалению. О, вот это хороший подход. Тут у вас мини-базна входит. У вас почти все включено, за исключением вот этой бутылочки. Там что, моет? Не, не думаю. Ну все, поздравляю нас. Мы на месте. Жрет уже. А, догоню, догоню, догоню. А, ну отдай. Все, иди купаться. Пойдем купаться, пойдем. Пускайся, вот, молодец. Вот, вот так, да. Все, сам дальше. Вот, папа. Давай, иди сюда. Стой. Да нет, ну пока для начала так. Холодная. Сейчас оценим еду, которую нам будут давать. Блин, ну Тиму тут ходить, конечно, нога туда завалится, и все, и жесть. Так, заходим. Тут уже по приятному. Блин, как это вообще, как это круто, сочно. Фуд? Фуд? Ну, просто по свету представьте, вот такой именно свет, то есть, вот так вот видно все. И так же, как вам сейчас видно вот эту часть. И это в сочетании просто. Обычно все показывают, как они кушают, как им приносят красивую еду, а мы покажем, как мы закончили. Вот так вот. Слишком много оставили, потому что мы что-то прям дофига заказали. Аня, смотри, какое животное ело только что. Вообще жесть. Ну да, только что. От 1 до 10 в комментариях. Стопните сейчас выпуск и оцените, пожалуйста. А, еще лайк за это обязательно поставьте, кому понравилось. А? И там все один. Все один. Да ладно, такого не будет. Доброе утро. Короче, первый день. Проснулись. Уснули мы сложно, потому что Тим никак не мог уснуть. Не знаю почему. Наверное, из-за того, что место новое. И мы его купили вот сюда. И он никак не хотел там спать. Потом к себе положили. Но это спустя, наверное, час-полтора. Потому что он никак вообще не засыпал. Корежился, кричал, орал. Потом вроде засыпал и обратно вставал. Короче, по итогу с нами спал. Надо завтра просыпаться раньше. А то мы даже на завтрак опоздали. Уже 11 часов. Нормально. А он до полуденства. Как ваши дела? Замечательно ваши как? Все готовы? Да. Охренеть. Мы вообще в океан зайдем хоть раз, не? Я бы уже залетел, забежал, я бы сказал. Но я в бассейн первым делом прыгнул. У нас получается только завтрак. Он начался, хотя это уже обед. Короче, покажу вам наш стол. Салатик такой. Пицца маргарита. Тим кайфует, скоро уснет. Я взял себе бургер. И каждому взяли грибной суп. Короче, приятного аппетита нам. А вы обязательно. Я уже говорил об этом, что ставьте лайки, но вдруг вы еще не поставили. Было бы очень приятно. Ксюша, что-то сказать хочешь? Всем привет. Как тебе Мальдивы? Очень хорошо, тихо, спокойно. Мне нравится. Тишина, покой, океан. Мы отдыхаем, Дим? Да? Да. Короче, будем брать вот такую вот лодочку. Я не намазался нифига. Буду в футболочке. Короче, вот как-то так это выглядит все. Дают тебе веселки. Аня против меня решила сесть. Грести, если что, в другую сторону. А что, спина к тебе, да? Ну, типа того. Ну, сиди так, прикольно. Можно пообщаться. Тут никто не плавает. Можно на другой остров сплавать. Да. Там, где волны, перевернуться. Ну, да, тут никто не плавает. Надо подальше. Короче, поняли, что просто кататься на этих лодочках около острова не особо. То есть, если подплывать, то это где начинается глубина. У Ани в это время началась истерика. Я боюсь. Не надо. Для нее любая неизвестность – это все жесть. А можно мы в тенечек? Это мне реально плохо. Давай. О, тенек. Не, ну, спрятаться, конечно. В тенечек – это вообще… Давай. Обосраться. Собираемся идти на ужин. Взяли какой-то ресторанчик. Нифига. Что? Смотри, как красиво там. Пойдем пройдемся там. У нас ужин начался 20 минут назад. Из-за тебя мы живем рядом с ним. Мы опоздали на 20 минут. Вот все, что мы сейчас прошли. Проблемы беременных. Ну, тут же бронь. Тюти. Вам, наверное, не видно, но тут звезды просто великолепны. Хеллоу. Здравствуйте. Умами. О, а вы по-русски говорите, что ли? Вот это великолепно. Это азиатская еда или какая? Японская? Японская кухня, да. Японская. Слушай, это можно, чтобы прям готовили при себе. Тимось, Тимось, не балуйся. Тим. Тим. Все, я пока еда не придет, я не вернусь. Это азиатский ресторан? Японский? Знаешь, японский. А, это, получается, японский ресторан. Гуд. Берег. Ты знаешь, сразу чувствуется, когда вот на месте сразу лепят. Да, да, да. Я тоже хотел сказать. Прям вот сразу-сразу. То есть не через час там продают, не через два, а вот именно сразу. Да. Ну и плюс рыба. Тут просто очень вкусно. О, узнаю Анну. Что? О, миллион! А я думал, это ты заказала себе поесть нифига себе порцию. У меня миллион! Хэпи... А, не-не, хэппи бёсга. Как? С праздником! Хэппитулэйшн! Хэппитулэйшн! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Да. Смотрите, это Аня мне торт, получается, сделала. Один миллион. Тебе не должны были говорить, что у тебя миллион, ты должен был вообще не заметить, но почему-то тебе решили написать. В смысле? Ну ты же уже знал сегодня. А, что, миллион стукнул? Да. Да, я увидел. Спасибо. Так, это за деньги, да, получается? Девушка, как-то договориться можем? Да хватит. Денег нет уже. Смотри, шутить. Ой, это что? Смотри. Это черная икра? Сто пудово отменяем. Назад. У меня один миллион. Знаете, спасибо вам большое. Я безумно рад. Безумно рад увидеть эту, безумно рад увидеть эту цифру. Я так давно, на самом деле, к этому шел. Но меня вот этот вот человек опередил, как в какой-то момент. Я, знаете, эту заслугу, вот честно говоря, почувствовал, что будто она какая-то совместная. И когда у нее стукнул миллион, я, ну, так же радовался, как будто это и у меня произошло. А сейчас у меня лично? И уже не так прям как-то ощущается. Ну, то есть, если я ее обгоню, если у меня будет 2-3 миллиона быстрее, чем у нее, это будет круто. Легенды? Давай. Сработано. Все? Договор ускордаем. Второго ребенка на Ксюшу записано. Сейчас будет мини-интервью от подписчиков. Мне, что чаще всего пишут, задают вопросы. Аня тоже. Я просто сейчас Аню поспрашиваю, она будет отвечать. Ну, мы вместе это все, да. Какие планы у нас на Новый год? Ой, полететь просто в Сочи. Ну, единственное, что просто тут уже зависит от того, как меня врач отпустит, потому что у меня будет уже 30 недель. Жесть. Очень много будет работы еще перед Новым годом. Конец года это всегда завал. А потом уже и срок. Это я живые прям вопросники открываю. Как назовете ребенка? Это, наверное, самый популярный вопрос. Это частый самый, да. Особенно, когда уже узнали все пол. Уже знает моя мама, она угадала, причем сама. Димина мама знает, няня знает, папа мой. Ну, я ему лично не говорила, не знаю, может, мама сказала. Честно, почему мы не говорим? Не потому, что мы вредничаем. Не потому, что байтим. Да, это просто вот как-то такое, что хочется, когда уже вот реально родится ребенок, и тогда уже сказать. Мы вроде как и уверены, но при этом есть какая-то такая доля вероятности, что мы вот, когда начнет уже все вылупляться, малыш, тогда изменим свое решение. Короче, просто, ну, есть такое в голове, что храним до рождения прям. Мы же даже друзьям не говорим, даже самым близким друзьям не говорим. Только родители знают. Только родители, да. Ну, и няня. Реально сказать сколько было? Походу, да. Ну, давай, говори. Ну, где-то в районе один, два, три. Три. Мы находимся сейчас у бассейна большого. Я не знаю, почему мы тусуемся у своего бассейна, который у нас есть свой личный. Почему так всегда происходит? Дима заставил меня, блин, обзор сделать. Что тут показывать-то? Пальма, вот смотрите. Тут очень красиво. Куст. Здесь, как и все картинки с Пинтерс на Мальдивах, вот такие домики. Как в рекламе Баунти. Капец, я сгорела, да? Что делать? Хорошо, что живот белый. Живот прячу. Тут корень вот такой лежит. Красивый. Вон, туча мышь. Где? О! Тут, кстати, летучие мыши летают везде. О! Ох, ох, охренеть! Ха-ха! Вот дурак, а! Ох, ёб, Таня! Я обосрался! Я думала, она на меня сейчас полетит. Так она изначально такая... Она на меня смотрела. Она вот, да, она на тебя обновляет. Обещали как бы вообще не работать, но при этом мы каждый день все равно снимаем. Я притащила сюда скрабы новые. На нас смотрели просто очень странно. Думают, наверное, серьезно. На Мальдивы приехали рекламу снимать. Да, мы приехали рекламу снимать на Мальдивы. В какой бы стране мы очень хотели побывать? У Ани была мечта успеть на Мальдивы. Мы хотели в Париж очень. Да, но просто единственное, что у нас настолько было все... Сроки. То есть у нас реально была неделя. И было мало... Ну, то есть не 100% того, что у нас бы были готовы визы и так далее. И потом бы мы рискнули на то, чтобы мы в итоге вообще никуда бы не полетели. И поэтому как бы тут уже, да. Да, ну надо летом, блин. Как Тим реагирует на камеру? Ну, он не понимает, но когда он видит, он почему-то начинает выделываться. Как будто все-таки он понимает. То есть непонятно еще так. Но когда видит, ему нравится сразу. Ну, слушай, он, возможно, видит, что мы на камеру выделываемся. А может быть. И он тоже типа, а все, мне можно тоже, значит? Может быть, да. Как бы назвали, если бы у вас была девочка? Я не хочу говорить. Реально? А что? Потом типа назовем другую? Да. Мне кажется, уже другое будет имя актуально. Не знаю. Ну, ладно, давай скажем. Как уговорил. Даже если скажем. Мне говорите? Ну, да. Ева. Мы пришли в спа. Обычно спа у воды вроде как. А здесь посередине острова. Учурных таких. Какой-то, да. Понравилось то, что впервые было такое, что мне дали даже подушку между ног положить. Как я вот сплю, знаешь? Вот эти, знаешь, подушки для беременных типа. Так. Вот. И делали спокойный массаж. И вот это вот то, что намазали, у нас тоже кайф. Она такая холодная. Спасибо. Спасибо. Были ли сложности лететь на Мальдивы с Тимом? Единственные сложности появились просто в самолете. Да, в самолете у нас стюардесса. Чуть-чуть так. Да не только стюардесса. Там собрались несколько людей и вообще собирали. Там же, как это называется, господи? Какая-то там служба уже начала подходить, чтобы выгонять Тима в эконом. Подошла к нам стюардесса. Увидела на мне Тима. Вот. А мы докупили себе два апгрейта до бизнес-места. И дешевое такое удовольствие. Подходит стюардесса и говорит, типа, а у ребенка есть свое место? Мы говорим, да. Нам пришлось покупать его для того, чтобы вот эту вот сумочку, которую мы везли, чтобы ее поставить, там можно разложить и чтобы лечь. В случае, это вообще, изначально мы собирались сделать апгрейт, но так как не факт, что места бы были, нам просто повезло, осталось два места. Всего два места, да. Всего два места осталось. Нам просто повезло, что мы его докупили. А так, на тот случай, если бы его не было, мы бы летели все в экономе, но Тиму мы докупили место для того, чтобы просто было точно свободное место, так как мы летели ночью, чтобы его положить туда и как раз на этот чемоданчик. Там была бы как кровать, типа. Но все равно не полноценно, и, как бы, конечно, мы его взяли к себе в бизнес, когда сделали апгрейт, но, типа, так как у него было место, нам начали говорить о том, что ребенок должен лететь с няней в экономе. Так я же его так же прицеплю, взлетим и все. Во-первых, по закону и по правилам самой авиакомпании Аэрофлот нужно место покупать ребенку. Да, у всех авиакомпаний. Вообще, да, у всех сейчас после двух лет. До двух лет ребенок без места, он в любом случае на руках, поэтому тот факт, что у него было докуплено место, это просто как факт, который просто имеется. Ну, просто мы захотели и докупили, могли не покупать, и так он полетел на руках. Просто они докопались до того, что у него есть свое место, пусть он туда и садится. Он, типа, меня больше удивила фраза, что он должен обслуживаться в экономе. Да. Каким образом он обслуживается вами в экономе? Когда, видимо, увидели камеру, они заднюю дали. И все, и типа, ну, ладно, сидите. Так, у нас последний день такой полноценный, и мы тут нашли вот такую вот игру. Короче, объясняю правила. У каждого игрока по три вот таких железных шарика. Нужно первому игроку кинуть вот этот красный, там, типа, до 15 метров. То есть вот туда, куда ты кидаешь. Нужно максимально близко закинуть вот этот шарик. У кого ближний оказывается, вот этот шар, тот выигрывает. Все, давай. Давай, давай, ты первая. Да. Так, первый шар ушел. Ой-ой-ой, опасно. Жесть. Если я выигрываю, ты покупаешь мне какую-нибудь вот эту вот цепочку. Браслет? Может, ты мне тоже браслет тогда? Ну, давай браслет, браслет. Ну, у тебя, кстати, сейчас это самое ближнее. Пока мой ближний, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Пока мой самый ближний, это получается Анин. О май гад. Ой-ой-ой, да. 1-0, да. Так, теперь я кидаю. Надо куда-нибудь вот... Ой, блядь, как будто туда же кинул. А, нет, чуть подальше. Че, давай, ты первая кидай. Ну, давай. О май гад. О май гад. О май гад. Это что за о май гад, ребята? На. Ну, все равно мой-то ближе. Да, твой ближе. О-о-о. Обстановка накаляет. Блин, как будто одинаково, вообще непонятно. Ну, хотя не, я прям, я прям вижу. Мой ближе. Ну вот, да? Ну. Теперь мой. Вот, залази. Да. А к моему нет. Ну, все. Я в шоке, Дим. Да. Твой шанс. Если сейчас ты не выигрываешь эту катку, то получается, ну, все. Да? Ты охренела? Чуть-чуть, да. Да, все. Так, друзья, один-один. А пузо, типа, поможет? Не знаю. Давай. Да. О май гад. Я кидаю, значит. Смотри, не раздари красный. О, херой. Ну, ладно. Ты че, блин? Она ну очень хочет браслет. Ну, ну, ну. Ааааа. Ой, что-то у меня унесло руку нафиг. Да ладно, рассказывай. Да, бл***ь. Чет, махакин, почему ты другой не сбил? Я последний раз. Да, кидай. Че ты не могла сбить свой? Я хотела. Че? Все еще раз. Реванш? И другое. Ну, давай реванш. Пожалуйста. Ну, какое? В смысле, 2-1. Сейчас 2-2 будет. А потом я выиграю, и ты мне браслет. Что за херой? Дима, договорись сразу. Ладно, ладно, что-то поделать. Мы на водной вилле, которую мы не взяли, потому что, во-первых, она двухместная, и Ксюше негде было бы ночевать просто. Ну, если только в ванной. Ну и плюс с Тимом как-то страшновато. На часик потусить здесь, показать, что как, что мы потеряли. Что мы потеряли? С Тимом было бы стрёмно, на самом деле, не знаю. Да, и мы хотим еще ринсик там снять в бассейне. Йоу. Вау. Ну, ну что, тебе не страшно? Было бы. О, ты нет. Вот, Тимусик. Тут, по сути, как у нас, да? Только все соединено в одну комнату. Мне больше всего интересна ванна. Она здесь, да? Угу. Смотри. Скажи прикольный. Ой, блин. Я все-таки в кадре еще существую. Я здесь. Тим, прилетел, да? Ну, туалет. Ну, туалет. То, что, с видом тоже, что ли? А, нет. С видом? Можно открыть. Ну, покрой. А, вот. О, вот это я понимаю. Сидишь. Сидишь, чилишь. Блин, знаешь, что я поняла? То, что вот наша идея снять без верха. Почему? Чего? Тут не ограждено. Пипец, как сюда лечь? Да прям ложись, не бойся. Иди, иди. Да я имею в виду, что тут ноги проваливаются. Да иди, не бойся. Надо что-то стелить, чтобы ложиться. Не, нормально. О, рыбы. Красиво? Да. Рассказывай, куда идем. На свидание. Я вырежалась, значит, час. А потом вот тут мы халаты нацепили. Прилетели на одном и улетаем на нем же, я так понял. Ладно, давай попрощаемся. Спасибо вам большое спасибо за великолепный просмотр. Я надеюсь, вам понравился этот влог. И, пожалуй, на этом мы и закончим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин